Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мы продолжаем изучать мнение иностранных болельщиков о нашем российском футболе и сосредоточимся на главной новости российского футбола последних дней. Юрий Павлович Семин уходит из локомотива. Вместо него придет сербский наставник Марко Николич, но сейчас мы сосредоточимся именно на нашем российском тренере и на том факте, что он покидает коллектив, в котором стал настоящей легендой. И это стало серьезным таким шоком для многих российских поклонников футбола, как это так Семин уходит из локомотива. Ну и кстати, удивились не только наши российские фанаты, но и зарубежные. И я решил зайти в Твиттер, Фейсбук и другие соцсети и подобрать здесь самые интересные комментарии на данную тему. Ну и сейчас я зачитаю вам перевод этих мнений для нашего общего ознакомления. Поехали! Хочу напомнить вам, что мои друзья создали телеграм-канал, в котором публикуют бесплатные прогнозы на спорт и помогают зарабатывать на ставках. Все открыто и честно. А самое главное, по статистике, проходимость прогнозов более 90%. Так что, не теряя ни минуты, заходите в телеграм-канал, ссылка в описании. Ману написал, мне кажется, что руководство локомотива отнеслось к своему тренеру очень плохо. Семин заслуживал лучшего, учитывая то, какое наследие он оставил после себя и сколько он сделал для клуба. Ну тут не поспоришь. Семин буквально поднял команду из руин в последние несколько лет и после такого он не заслуживал подобного отношения к себе. Алекс, здесь очень мало логики. Я вообще не пойму, зачем локомотив это сделал. Сложно найти другую российскую команду с такими стабильными результатами, как локомотив в последние годы. Ну тоже не поспоришь. Логики здесь практически нет. Ксаны Сильвейра написал, это сильный удар для фанатов локомотива. Их великая легенда Юрий Семин ушел. Он был игроком, президентом и тренером в трех разных эпохах клуба. И он всегда был успешен. Его отношения с советом директоров окончательно испортились. И теперь его заменят Николич, который вообще не имеет опыта работы в России. Ну, здесь скорее всего именно отношения с советом директоров и стали ключевым фактором. Лаем Тайлер. Как мне кажется, Семину сейчас очень тяжело, учитывая сколько он сделал для своей команды. И продолжал делать, несмотря на солидный возраст. Клуб явно хочет найти новое направление в своем развитии. Другого объяснения я не нахожу. Я не уверен касательно того, насколько сильна была напряженность за кулисами между руководством Локомотива и Семиным. Но вот здесь намек на то, что главной причиной были не какие-то там закулисные интриги между руководством и Юрем Павловичем, а то, что команда хочет найти новый вектор развития. Ну, такое мнение имеет право на жизнь, наверное. Но мне кажется, что здесь главная причина это именно конфликт между руководством и тренером. Хотя, конечно, я свечку не держал, может быть, там все было по-другому. Пишите в комментариях ваши гипотезы. Масио Генильо написал. Очень странное решение. Сравнить можно только с той глупостью, которую совершил Реал, когда выгнал Капелло после чемпионского сезона. Да, помним тот сезон чемпионский для Мадридского Реала, когда Капелло выгнали фактически с формулировкой «скучная игра», что нужно играть красивее, и то, что ты выиграл чемпионат, это не так важно. Но здесь в Локомотиве тоже что-то происходит странное. Франческо Паскале в России сообщают, что причиной ухода Семина стали неудачные выступления в Лиге чемпионов. Как, видимо, руководство считало, что с таким составом, как у Семина, он должен обыгрывать Атлетико и Ювентус. Ну, кстати, тоже есть слухи касательно того, что неудачные выступления в Еврокубках стали одной из причин. И здесь я могу только подписаться под этим мнением. Спрашивается, как можно было с тем составом добиться лучшего в группе, где был Атлетико, Ювентус и, кстати, еще Байер. Каролина Гези написала, «Это легенда российского футбола. Сколько раз я видела, как итальянские команды играли против Локомотива, и каждый раз я знала, что у них отличный тренер, против которого будет очень тяжело». Ну и Матя Личини написал, «Классический футбол в 90-х был великолепен, но сейчас даже наставники из той эпохи постепенно теряют свое значение. Вот и Семин ушел из Локомотива, хотя, казалось бы, он незаменим в этом клубе». Ну, здесь можно долго рассуждать касательно того, что уходит 90-е или нет, но с Семиным вышла несколько иная ситуация. Семин себя в Локомотиве не изжил, здесь не было каких-то проблем с результатами, просто вот такая загадочная ситуация. Взяли, да и убрали легендарного наставника. Ну, а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение, ставьте лайк, если видео понравилось, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб-канал, и следите за обновлениями на нашем втором канале, он посвящен кино и сериалам, ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну, а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий, только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока!